Утро добрым не бывает, в особенности для инстасамки. 21 февраля Дарья Затеева была облита зелёнкой. Только что ко мне подбежал какой-то человек, и возле Омса вылил на меня зелёнку, блядь, я вся в этой жизни. Вы нормальные, блядь, вообще. Это просто какой-то пиздец. Вы адекватные, блядь. Уже как неделю юная рэперша на слуху во всём интернете. Давайте немного перемотаем время назад и вспомним, с чего начиналась эта история. Девочки, знаете что? Это было последнее ваше опоздание. Вышли обе нахуй из моей квартиры. Собирайте свои ебаные манатки и уёбывайте. Нахуй. После такой неоднозначной ситуации, десятки русскоязычных блогеров высказались насчёт инстасамки. Её обвинили в очередной лжи, попытке привлечь к себе внимание и неуважительном отношении к людям, которые работают в сфере обслуживания. Вы обслуживающий ебаный персонал. Скорее всего, инстасамка не ожидала настолько большой волны хейта, ведь ранее все игнорировали выходки девушки и старались не комментировать происходящее. Но в этот раз лидеры мнения решили не молчать и объявили блогерский бойкот исполнительницы. Ничему не удивляюсь, что делает инстасамка. Амлоу – это причина. А вырезание голоса из мультика – это следствие. Я считаю, что зашкварно даже в сторис произносить имя этой, блядь, блогерши, рэперши, хуй знает кого. То она там придумывает, что её ограбили, то ещё что-то. Надеюсь, что наша жизнь нас с тобой никогда не сведёт. А теперь к самому главному – зелёнка на лице Даши. Ребят, всё указывает на то, что это очередная постанова. И чтобы вы не думали, что у меня какое-то предвзятое отношение к данной особе, давайте обсудим все детали нападения. Начнём с лишнего вида инстасамки, а конкретнее её одежды. Всем известно, что Даша предпочитает брендовые вещи, с которых она практически не вылезает. Курточка, фенди, костюмы, кутюр, брендовые сумки от Гучи и Луи Виттон. А что надето на инстасамке в сегодняшнем видео? Обычные вещи из масс-маркета, не считая её старую пару обуви из Луи Виттон. Можно прийти к мысли, что рэперша надела шмотки, которые не особо жались портить. А теперь перейдём к пятнам зелёнки. Для сравнения мы взяли фото российского оппозиционера Алексея Навального. Вот так выглядит человек, которого целенаправленно облили зелёнкой. Что касательно ситуации с инстасамкой, можно смело сказать, что здесь всё просто растёрто вот так вот. Её ладонь полностью покрыта красителем, умышленно испачкана шапка. Причём, если вы обратите внимание именно на руку, то там намного плотнее вот так вот краска нанесена, чем на лице. Из чего можно взять вывод, что она просто взяла бутылочку, на руку налила, и этой рукой, которая очень такая зелёная, она размазывала зелёнку уже по себе. Вообще не понимая, зачем она отдельно выставляла ещё фото руки, сама же испалилась. А что ещё забавно, что злоумышленник не пролил ни капли зелёнки на брови даже. Команда ВПШ верно подметила, что позиция жертвы всегда притягательна и хайп никто не отменял. Но подобные постановочные методы — это просто низший уровень привлечения внимания. Таким образом, эта фраза объясняет поступок девушки, дабы с ненависти и агрессии люди перешли на соболезнование и помилование. А какого мнения придерживаетесь вы? Напишите в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok